Круглый стол проходил на фоне картин, которые написали люди с ограниченными возможностями. Собравшиеся в зале обсуждали деятельность инклюзивных творческих лабораторий. Для этого в Самару приехала председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая. Инклюзия должна пронизывать все сферы жизни человека с инвалидностью. Отдых и досуг, культурная и социальная сфера, образование, туризм и так далее. Вы с этим со мной согласитесь. А при чем же тут культура, с одной стороны? Хотя в этом зале не нужно задаваться таким вопросом. Так как все мы понимаем, что культура пронизывает также все сферы нашей жизни. Площадкой для проведения круглого стола стала Самарская областная библиотека для молодежи. Здесь же работает инклюзивная творческая лаборатория в Самаре. Собравшиеся в зале, а это представители самых разных сфер деятельности, обсуждали, как сделать жизнь людей с ограниченными возможностями более комфортной. Сегодня мы необходимо должны на каждом шагу вовлекать ребят с ограниченными по возможностям здоровья в креативной индустрии. Это предполагает возможность заработка. Второй вопрос. Сможем ли мы сегодня рассказать о тех проектах, которые мы реализовали на территории Самарской области, для того, чтобы через федерального эксперта возможно транслировать данные проекты на Привовский федеральный округ, может быть на Российскую федерацию? Прежде всего, мы даем возможность жить полноценной жизнью, участвовать и в концертных мероприятиях, участвовать в творческих коллективах. Здесь целиком идут все возрастные группы, начиная от детей, заканчивая взрослыми. Людям с ограниченными возможностями не хватает мест, где они могли бы проводить свой досуг. В этом должны помочь инклюзивные творческие лаборатории. Мы все сталкиваемся с нехваткой квалифицированных специалистов, умеющих работать с людьми с инвалидностью. И тут должны помочь дополнительные программы обучения, которым нужно привлекать все российские общественные организации, работающие с людьми с инвалидностью. На круглом столе подняли вопрос о том, чтобы в Самарском регионе появилось не менее ста наставников и педагогов, которые могут работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События.